Православие или смерть? Порнхаб. Милонов – это фейк. Милонов – бывший гей. Педерасты – это воспитание, это плохое воспитание. Как вы к Навальному относитесь? Говорят, дай вызовем его на Рэббаттл. Какое дело Виталию Валентиновичу до поперечного? Он, извините, мне обкекался. Почему вы проголосовали за повышение пенсионного возраста? Мои культурные люди. Ты гомодрил. Почему вам запрещен въезд на Украину? А они все педофилы, там, сидят в этой Госдуме. Проверить вас на вменяемость? Сошла с меня гомосятина поганая. Добрый день, друзья. Сегодня мы берем интервью у депутата Государственной Думы Милонова Виталия Валентиновича. Виталий Валентинович, после того, как мы сказали нашим зрителям о том, что берем у вас интервью, они нам специально прислали вопросы для вас. Давайте с них начнем. Какое дело Виталию Валентиновичу до поперечного? Слушайте, я так и не озадачивался. Честно говоря, обещаю все сам себе посмотреть, кто это такой. Так вы же его на рэп батл вызывали. Кто это такой? Потому что это человек, которому что-то чешется и не имется. Мне сказали, что есть такой поперечный какой-то человек, который говорит, что я его каким-то образом прессую. Я вообще не знаю, кто это такой. Я знаю, что он пытается каким-то быть известной личностью. Вроде какие-то шутки пытается. Ни одной шутки, правда, не слышал. В общем, есть какой-то человек, который решил сделать себе имя на том, что я... Против него как-то настроен. Сделал старик бороду с барберами, с рэперами, да. И говорит, дай вызовем его на рэп батл. Он сольется. Он щепок, он сольется. Я говорю, знаете, я не знаю, кто это такой, давайте вызовем. Я говорю, иди сюда, давай поспорим, как люди, нормально. Он, извините, мне обкекался. То есть, но кто такой поперечный? Я понятия не имею. И, к сожалению, да. Но постоянно я слышу какие-то ссылки, что он всем говорит, что я против него как-то что-то там, чуть ли его не в тюрьму хочу посадить. Это вранье. Он просто лугун. Просто обманщик. Но если после этого видео он все-таки согласится выйти с вами на рэп батл, он состоится? Да он, слушайте, я ему памперсов сначала должен сходить купить, потому что перед тем, как идти со мной на рэп батл, нужно надеть ему памперсы. Самые большие такие, самые серьезные, вмещающие наибольшее количество того, что у него прольется. Из каких соображений Милонов препятствует свободе выражения свое мнение людям в интернете? Из каких соображений? То есть люди, которые через интернет задавали вопросы, какие хотели, чувствуют, что я им каким-то образом препятствовал. Может, парни это больше у вас там препятствовал, не знаю, прыщик на пальце, там несварение желудка или еще что-то, или интернет не заплатили. А в чем я должен препятствовать? Ну, это смешно. Ну, смотрите, как я понимаю, этот вопрос родился потому, что вы проголосовали за закон, в том числе о фейковых новостях и об оскорблении нашего государства. Ну, если не читать этот закон, а если взять короткую такую, бриф, обзор у какого-нибудь блогера, то, конечно, закон ужасный. Просто он никто не читал, никто не знает, о чем он. Он защищает людей от провокативной информации, которая способна там вызвать определенный резонанс. Ну, например, информация такая, типа, какой-нибудь блогер пишет у себя на страничке. А ТАСС фаны Спартака поколотили фанатов локомотива. На Шарико-Пошипниковской улице, дом 12, произошла стычка, все идите, давайте это сказать, отомстим фанам Спартака. Все фаны локомотива. Или там, не дай бог, кто-нибудь скажет, а ТАСС там напали кавказцы на некавказцев. Это что будет? С одной стороны, это фейковая новость. Это про фейковую новость. А здесь, как я понимаю, в первую очередь вопрос про оскорбление власти, в том числе. Да, оскорбление символов власти, там больше сказано. Критика власти и оскорбление – это разные вещи. Оскорбление и сейчас уже, в общем, такая тема достаточно наказуемая. Поэтому, что касается оскорблений, то это для людей, которые занимаются критикой, даже пускай неугомонной, профессиональной критикой власти, это никак не распространяется. Надо просто различать два понятия – критика, негативные, оценочные суждения, пускай даже очень резкие, и оскорбление. А они все педофилы, сидят в этой Госдуме, все педофилы, все до одного. Это критика? Нет, ни разу не критика. Это оскорбление, на которое надо отвечать, потому что это неправда. Или они там все украли, весь бюджет наш украден. Это же правда, нет, неправда. А они принимают глупые законы. Это оскорбление? Нет. Не оскорбление, это оценочное осуждение. Потому что человек считает, что закон глупый. Он имеет право так судить. Он может сказать, что кто-то говорит, что Милонов глупый, кто-то говорит, что одиозный человек. Ну, оскорбление? Нет, не оскорбление. Нормально воспринимаю. Человек имеет право на мнение. Так что я говорю, ты гомодрил. Я ему говорю, ну почему? Ну, потому что, да, я считаю, что ты гомодрил. Такое оценочное осуждение. Сергей Шнуров, недавно вошел в состав общественного совета при комитете по культуре. Насколько нам известно, вы негативно настроены по отношению к Шнурому. А почему вы не добиваетесь исключения Шнурова из этого общественного совета? Я его туда включал. Если люди считают, что в этом совете должны быть не только деятели культуры, но и откровенные похабные матерщинники, ну это их право. Мне жалко, что люди сделали такой выбор. Я, слава богу, не член этого комитета. Я не мыслю себе, чтобы предыдущий председатель комитета Говорухин мог бы его включить. Невозможно. Но сейчас какие-то другие времена. Наверное, в общественный совет при комитете по семье можно таким образом позвать Беркову или Катю Самбуку, например. Наверное, тоже девочки стараются. Ну, как могут. Поэтому, наверное, еще много всякого ада найти. Но я бы просто советовал ради хайпа и драйва не разменивать такое понятие, как русская культура, на всякий третисортный шлаг. Если люди хотят собрать какое-то количество лайков и какое-то количество реакции на свои поступки, взять и включить Штурова в общественный совет. Ну, люди, подумайте. Понятно, что есть фигуры, какие-то события, ресурсы, которые всегда будут очень популярны. Но это же не значит, что мы должны это пропагандировать. Вот возьмите сайт Третьяковской галереи государственной. Сколько там посетителей уникальных? Одно количество. Возьмите сайт Порнхаб. Сколько там посетителей? Я вам могу сказать, что как минимум раз в 100, а может быть и в 1000, а может в 10 тысяч раз больше. Так что мы должны брать тогда Порнхаб в качестве эталона? Нет. Ну, понятно, что есть с ножом удачи. Вилкой тяжелее, чем жрать с пола размазанную какое-то там месило. Да, но мы культурные люди. Мы с вами с ним в галстуках, а не валяемся, как животные на полу. Потому что мы люди. Мы считаем себя хоть маломальски людьми культурными. То есть мы убеждаем натуру культурой. Шнур уничтожает культуру натуры. Процесс абсолютно в другую сторону. Но, видимо, для того, чтобы показать, насколько прекрасны у нас есть деятели культуры, надо допустить Шнурова, чтобы он, знаете, был как антиматерия культуры такая. Очень часто можно слышать, что вы предлагаете достаточно спорные законопроекты. Так вот, чем ваша риторика отличается от риторики молодого Жириновского? Я не молодой Жириновский. Я не знаю, какая была риторика у молодого Жириновского. Ибо каждый раз, когда я слышу, что ваши законопроекты очень спорные, я говорю, и какие законопроекты? О каких законопроектах мы говорим? Потому что проблема в том, что все, что я предлагаю, я за все готов бороться. Готов отстаивать позицию. Абсолютно не в риторике юного Владимира Вольфовича, и уж тем более не в том антураже, которым он себе позволял в молодости лет. Но, безусловно, кому-то не нравится один законопроект, кому-то другой. Но если ты готов обосновать его, то, значит, он же достоин, чтобы существовать. В передаче, например, «Поговорить» вы сказали, что я не люблю дешевую пропаганду. А до этого вы выступали с требованием запретить порнографию в интернете. Предлагали штрафовать создателей фейковых страниц в соцсетях. Предлагали заблокировать Facebook, а также сайты знакомств. Предлагали установить камеры в школьных туалетах. Так вот, что, по вашему мнению, дешевый пиар, а что такое отличная законодательная инициатива? А что, по вашему мнению, реальная моя законопроекта? А что вы сказали из того, что гуляет в интернете придуманного? Ну, какие туалеты, камеры в туалетах? Ну, о чем вы говорите? Это же глупость полнейшая. Я, кстати, эту фейковую новость еще не слышал. Там, где стоят рукомойники, можно поставить скрытую камеру. Значит, доступ к этим правилам должен быть только у человека с подпиской о неразглашении, только в случае совершения каких-то противоправных действий. И эти видео не может быть опубликовано, потому что там есть несовершеннолетники по закону. Если говорить о каких-то фейковых новостях, то, дай бог здоровья всем остальным, Жанна Фриске умерла. И был такой ресурс МДК, ну, коммерческий ресурс. И какое негодяйство они позволили себе? Я говорю, ну, за такое негодяйство нужно блокировать. Ну, человек умер, как ты, какой ты скотиной должен быть, чтобы ты мог себе позволить использовать мертвого человека, который не может себя защитить уже никак. И на его имени делать какую-то грязь и гадость, и вранье делать. Поэтому, естественно, я считаю, что государство должно следить, чтобы подобного рода негодяи больше не появлялись. И должны защищать достоинства людей, которые себя защитить не могут, которые больны, которые не способны сейчас что-то сделать или просто умерли. У нас же невозможно. Человек попадает в больницу, его там чуть ли не операции транслируют, только ради того, чтобы собрать лайки в интернете. Умирает человек, там хроника смерти просто транслируется. Недавно умирала певица Юрия Началова. Я к стыду своему, возможно, я не знаю, о чем она пела, я не знаю ее песни. И, кстати, много людей тоже, может быть, ее и не знали. Но сколько было дешевого пафоса на ее смерти. Как эти показные инстаграм скорби выставлялись. Вот, она вот там будет не хватать. Там 13.42, мы никогда тебя не забудем, весь мир обрушился. 13.43, мы пошли есть классные там эти вотоны, вот супер сегодня тусовка будет. То есть фейковые, это, конечно, не искренне, это гадко. Но, говоря о блокировке фейковых ресурсов, я, конечно, говорю о тех, кто откровенно допускает оскорбительное поведение. Оскорбительное, недостойное, потому что любой человек должен знать, что, живя в нашей стране, его честь, достоинство и жизнь будет защищена, в том числе государством. Не гоже говорить, что если на тебя напали какие-то негодяи, не только же физически могут убивать, да, могут убивать там информационно, там, ну, компанию кто-то проплатил, конкурент. Ты там пирожки по 8 рублей продаешь, конкурент по 10, он против тебя заказал компанию, что ты там негодяй, что ты там человечный торгуешь. Ну, человек же должен иметь право на защиту от государства. Ну, почему? Если на тебя с ножом напали, ты завоеваешь полицию, если тебя режут без ножа, но через всякие атаки информационные ты должен быть беззащитным. Причем я меньше всего обращаюсь и отношу это к государственным людям, потому что мы публичные, мы подписали сами себе вот такое, ну, к сожалению, вот такой стиль жизни, что наша жизнь на виду, и мы не имеем права на ту долю приватности, которая должна быть у нормального человека. Ну, обычный человек, ну, сколько же можно размазывать человеческое достоинство у нас по страницам интернета? Да, свобода должна быть, цензура такой вот, которой сейчас все боятся, тоже не должно быть, но ответственность тоже должна быть. Вы в свое время выступали против проката фильма «Матильда», а вы его посмотрели в итоге? Смотрел. И как он вам? Да, третисортная киношка. Я не, давайте так, я не отношусь ни к ярым таким борцам, вот таким совсем вот там, ни к пофигистам. Я считаю, что фильм «Матильда» — это историческое вранье. То есть, представляя фильм «Матильда», нужно было говорить о том, что этот фильм содержит элементы художественного вымысла. Учитель, собственно говоря, почему все это и закрутил? Это нужно было самому режиссеру-учителю. Он в очередной раз получил государственные деньги, что меня больше всего возмущает. Почему талантливые молодые режиссеры, которые готовы снимать интересное кино, но у них нету спонсоров, у них нет имен пока? Они не могут получить даже 100 рублей на съемки фильма. А вот эти замшелые, завсегдатые, у которых уже на заднице дырка протерта от сидений в креслах, этих VIP-креслах, они каждый раз получают новые-новые финансирования на свои фильмы, которые никто не смотрит. И вот режиссер-учитель в очередной раз сделал фильм, который в очередной раз никому не интересен вообще. Ну вот он после лет последние 20 вообще интересных фильмов не снимает. И он решил сделать хайп, нанял пиарщиков, которые соответствующим образом подали этот фильм «Матильда». Сам фильм он, честно говоря, исказил от первоначального сценария. То есть он сделал такую откровенную, третисортную утку, где в угоду своих коммерческих интересов изгадил одного, другого, третьего человека, пользовался какими-то слухами. Ведь никто не идеализирует людей. Люди смертные, люди грешные. У людей есть и хорошие, и плохие стороны. Это все нормально. Но когда за исторический фильм выдается откровенное вранье, ну мы же сами недавно еще выступали, причем все солидарно, против искажения истории. Ну почему часть истории, которая для кого-то там более цена, мы искажать не имеем права, и это не надо делать. А часть истории можно просто переписывать по своему усмотрению. Да, если бы он сказал, да, это вот такая версия фаривольная, это не исторический фильм, но, наверное, бы тогда и взятки были гладкие. И зачем он опять же взял государственное финансирование? Я считаю, масса есть людей, молодых историков, молодых ученых, режиссеров, которые готовы дать нам интересный новый какой-то глоток. Пускай это будет не форматное искусство, но пускай это будут не стандартные фильмы, какие-то новые подходы к кинематографу. Но мы хоть должны иметь право их увидеть, а им же ничего не дают, они же ничего не могут снять. Почему? Потому что сидит учитель, который нужно изображает из себя неформало, нужно присмыкается перед кем надо, занимается только тем, что тратит деньги молодых режиссеров на собственный пиар. А вам известно, кому принадлежит идея съемка фильма «Матильда»? То есть там такая запутанная история, полукриминальная, потому что режиссеры там судились с ним. Продюсеры. Там оказался целый ворох, черт не знает чего, и я вот в этом копаться не хочу, мне даже неинтересно. Просто неинтересно. Мне жалко, что фильм «Матильда» был взят некоторыми, ну будем так говорить, кариативщиками от политического пиара в качестве нового такого отвлекающего маневра. Одни там за, другие против, а они думали о других делах. «Матильда» отвлекает нас от каких-то вещей, которыми мы действительно должны заниматься. Но еще раз, я обратился тогда к министру Мединскому, ну в конце концов, ну введите вы тогда мораторий хотя бы на выделение денег, ну сколько можно. Вы что, не выделяете деньги, то, грубо говоря, закапываете их в песок. То есть деньги должны идти на какие фильмы? На просветительские, на молодежные, на какие-то некоммерческие фильмы. То есть те фильмы, которые себя не окупят. А если вы делаете какое-то коммерческое кино, давайте хотя бы эти деньги в долг. Пускай этот режиссер-учитель знает, что он взял в государство там 10 миллионов, он должен их отдать обязательно. Да, это помощь кинематографу, но помощь такая, сделай и покажи, что ты талантливый. А если ты каждый раз берешь, каждый раз проваливаешься в прокате, сколько можно, совесть-то надо иметь. Просто воровство называется. Почему вам запрещен въезд на Украину? Служба безопасности Украины считает меня террористом, поэтому она запретила мне въезжать или пособником террористов. А из чего они исходили, когда признали вас пособником террористов? Понятия не имею. Я же такой мирный человек. Я последний раз был на территории Украины в декабре 2013 года. Мы там подрались пару раз с правым сектором, там флаг какой-то сорвали на Майдане. А я ходил, ну да, было интересно. А, мы еще сделали на Майдане акцию «Украина-Россия вместе мы сила». Или наоборот, «Россия-Украина вместе мы сила». С растяжкой постояли, ну, минут, наверное, минуты пол. Потом, конечно, пришлось сваливать. Да, ну да, больше не знаю почему. Кому на Украине нужна автокефалия? Автокефалия? Ну, политическим властям, они просто хотят сделать для себя карманную церковь. Они думают, что церковь – это как партия, а церковь – не партия, понимаете? Это не общественная организация. Вот, нельзя создавать запасного Христа. Ну, не бывает так. Ну, вот, если тебе Христос говорит что-то, что… Или учение Христово для тебя не подходит, нельзя создавать альтернативу. То есть, ты либо следуешь, либо не следуешь. Они вот пошли по другому пути, альтернативному. Мне не подходят канонические устои православной церкви. Без относительности русской, просто православной церкви. Мы поэтому сделаем свою церковь. Пускай она там при нас служит. Ну, так, парни, конечно, вы имеете право сделать. Хоть три церкви. Но при этом это не будет церковью в сакральном смысле слова. Это будет просто некая общественная организация, которая будет обслуживать ваши политические интересы. Да, ну, мне больше всего беспокоит другой вопрос. Не в том, что Порошенко пошел на такой шаг. В конце концов, он далеко не первый, кто пытался создать там какие-то секты, лже-течения и так далее. Много их было. И в Византии тоже, кстати. Но вопрос в том, что если он будет насаждать эту церковь в качестве единственной государственной, то он оставит без благодати, без таинств, в общем, простых людей. И посмотрите, вот пойдут ребенка крестить, они же не очень хорошо разбираются. Обычный человек какой-нибудь там, не знаю, в коревом роге. Пошел крестить ребенка, покрестил в этой церкви. А таинство-то не совершено. Ребенок-то остался некрещен. Несмотря на то, что там какой-то ряженый чувак, бывший там боец АТО, что-то произвел. Крещение не произошло. Венчание не произошло. Отпевание не произошло. Вот это страшно для меня. И мне очень больно видеть, как они, что они сейчас делают, конечно, с православной церковью. Но Порошенко сам же ходил в церковь раньше. Ну как он скотина может позволить? Как он может видеть, что людей сейчас избивают, церкви отнимают? Ради каких-то политических, вот сиюминутных вещей. Ну совесть-то надо иметь. Это, конечно, бесчеловечно. И церковь не может ничего сказать, верующие эти. Они же не могут там с оружием в руках отстаивать свое право. Их убивают и так далее. Ну людям-то может быть и хорошо, потому что они к Богу ближе становятся. Они исповедниками становятся в 21 веке. Ну а он-то кто получается? Ирод поганый? Наверное, Ирод. Вы смотрели сериал «Слуга народу» украинский? Не, я не очень смотрю украинские фильмы. Владимир Зеленский, руководитель квартала 95 команды КВН в прошлом, он сейчас баллотируется в президенты Украины. Как думаете, сможет он выиграть? Ну это же понятно, это же обычный классический украинский формат. Зеленский сам по себе не Зеленский, да, это же проект Коломойского. Вот, это, в общем, Зеленский, это те же вот, тот же украинский политик, вид сбоку. Абсолютно. Ну вот Коломойский и ряд олигархов решили, что вот образ одутловатого подвыпившего чувака, он уже надоел, присытился. Юля уже косу распустила, по-новому заплела, уже не подходит. Ну вот, есть новый формат, так, по сути дела, ничего не поменяется. Хозяева, руководители останутся те же самые. И Зеленский, мне было бы интересно, если бы он был действительно такой self-made чувак, который решил заняться политической деятельностью. Но это же не так, это же неправда. Он просто, понимаете, вот он ничем не отличается от условной актрисы, которая пьет сок, который она в жизни никогда не пьет. Говорит, как вкусный этот сок, это дерьмо-то эти сортные, а не сок. А вот ее заплатили, она его рекламирует. Зеленский, тот же самый агент рекламный, ему заплатили, он рекламирует украинскую власть, говорит, что вот она хорошая, а она не хорошая. Потому что он-то наемный в данном случае актер, он не самостоятельный политик. Большая разница. То есть, я понимаю, они вспомнили пример Ронни, актера Рональда Ригана, но там была совсем другая история. Вы у себя на странице ВКонтакте писали лозунг, который был признан экстремистским. Православие или смерть. Насколько мы помним, вы на митинг выходили в футболкой с этим же лозунгом. Где грань между верой и экстремизмом? Да она четко есть. Я не считаю лозунг православия или смерти экстремистским. Хотя бы потому, что сами органы госвласти разошлись во мнениях. Один суд признал экстремистским, видимо, судья недостаточно хорошо знал это, как мне кажется. Вопросы там, богословия, да? Другой суд сказал, что он не экстремистский. Что такое православие или смерть? Я в данном случае абсолютно разделяю позицию диакона Андрея Кураева, который как раз раскрывает этот лозунг так, как я себе его вижу. Что я православный христианин. Без веры. В Священном Писании сказано, что без веры мы имеем смерть, но не жизнь вечную. Иными словами, православие или смерть – это лозунг, который говорит, что без веры ты не наследуешь жизнь. Жизнь вечную, естественно. Конечно, любой лозунг можно исказить. И сказать, что православие или смерть – это значит, что неправославных надо убивать. Ну, тогда можно про любой лозунг сказать то же самое. А смотрите, в 2009 году Патриарх Московской Руси Кирилл сказал, если мы слышим слова православие или смерть, нужно опасаться такого проповедника. Ни один апостол так не говорил. Святейший Патриарх как раз говорил, его спрашивали о тех, кто является экстремистами. И берут себе разные лозунги в качестве некого символа. Фашистская свастика для миллионов людей до возникновения Национал-социалистической партии была одним из символов солнца. Хотя, в общем, я, честно говоря, не фанат абсолютно ни разу. Есть некие символы. Вся власть народу, хороший возник, который обернулся миллионами, десятками миллионов смертей и жертв, и гражданской войной. Говоря о каких-то словах, мы всегда их к чему-то прилипляем. Если мы говорим о имевших место радикальных группах, то да, это неправильно. И люди, которые трактуют для себя смерть физическую для неправославных, это люди, это горе-проповедники. Но лично для себя, я готов здесь сколько угодно дискутировать, но лично для себя я воспринимаю это как слова священного Писания. Что же здесь ненависть? Чем здесь ненависть? Это обращено ко мне. Это не к кому-то другому. Я считаю, что я без православия умру. Если я экстремист, ну называйте меня тогда экстремистом. Если вы меня за это называете экстремистом, я горд быть таким экстремистом. В 2017 году вы направили обращение на генерального прокурора Юрию Чайку с требованием проверить деятельность масонов на территории Российской Федерации. А что показала проверка? Да ничего толку мне показала. Нет, она показала, что ряженые чучела в клеенчатых мамкиных фартуках и спертыми со стройплощадки мастерками, совершая какие-то в съемной комнате магические пасы, подали на меня в суд. Есть такое чучело, известное городское, господин Богданов. Он страшно возбудился от этого светлой идеи. А что там с масонами? Подал на меня суд, естественно, проиграл. Суд прям проиграл с треском. А какое было требование в иске? Да какое у него, естественно, признать, что они масоны самые светлые и хорошие, сказать, что я врун, но еще и денежков хотел, не без этого. Ну, проиграл, ничего не получилось. Это же такой, знаете, в хорошем смысле троллинг. Если говорить о подлинном масонстве, то это масонство нам невидное. И те люди, которые себя к таковым относят, никогда в жизни не будут как клоуны с мастерками перед камерами бегать. Это другие люди. Там вот это все внешнее, это второстепенно, если вообще оно там осталось. Это, конечно, нет. Люди, не знающие истории, будут смеяться над термином масон. Масонские символы есть везде. Посмотрите, они есть в храмах Петербурга. Масонские символы заложены. Это был мощнейший тайный орден, такой тайная группа. Есть сейчас он или нет? Давайте не будем размышлять, потому что у нас нет достаточных фактов. То, что они есть, это все знают. То, что есть некие сообщества, которые до сих пор считают себя в праве управлять какими-то частями нашей жизни, в том числе международной. Такие люди тоже есть. Но вот эти смешные люди, они имеют такое же отношение к масонам, как парень, который купил на рынке влюблено по паху, купил в военторге пару медалей и ходит, называет себя казаком. А в этом же 2017 году главный масон Андрей Богданов подал официальное обращение на председателя Государственной Думы с требованием проверить вас на вменяемость. Что показала проверка? Ну, слава богу, что мамкины масоны, каковым является вот этот мистер Кудряха, господин Богданов, ну, в общем, они могут требовать все что угодно. И потом же я говорю, они продали на меня в суд. И суд показал, что господин Богданов неадекватен. То есть ни одно из его требований, ни одно из его утверждений не было судом признанно обоснованным и имеющим право на существование. Вы прекратили свой крестовый поход против масонов? Слушайте, я их не объявлял, крестовый поход против масонов. Я просто всего лишь, мне было интересно посмотреть, увидим мы тех, кто себя проявит в качестве таковых или нет. Ну, нет, выдержка у них прекрасная. И выставлять вместо себя всяких чучел ряженых, ну, это хороший ход для того, чтобы не показывать истинное лицо. На сайте избирательной комиссии Санкт-Петербурга мы нашли информацию за 98-й год, которую вы давали о себе. Написано, в 94-м году окончил Гавайский Тихоокеанский университет по специальности политика и экономика. В 95-м году окончил институт Роберта Шумина в Будапеште. Проходил стажировку в парламентах Европы. С 95-го года студент заученного деления юридического факультета СПБГУ. Как так получилось, что вы учились в стане наших геополитических соперников? Как так получилось, сам не знаю. Сам не знаю. Ну, давайте проясним, что вы это нашли не на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а на каких-то третьих сайтах, которые описывали кандидатов. И уж точно эту комиссию, информацию вряд ли я сам себе мог дать, потому что они правильные. В 94-м году я даже не был на территории Соединенных Штатов ни разу. В 94-м году я там был всего лишь раз. Но это такой фейк очень известный. И что интересно, он даже есть в Википедии. И когда я попросил один раз... Ну, я думаю, что Википедия – это, в общем, ну, свободная энциклопедия, которая хочет донести правду. И я сам от себя написал, знаете, вот, ну, это неправда. Я не очень, я не закончил в 94-м году никакой университет гавайский, потому что я там, ну, я там не учился. Но вот, к сожалению, не сказали нет. Мы так считаем. Так это и будет. Ну, в общем, если они так считают, пускай они так пишут. А как вы познакомились с Галиной Васильевной Старовойтовой? Галиной Васильевной Старовойтовой познакомился у нее в приемной. У нас... У меня была общественная организация, я был одним из руководителей общественной организации молодежной. И братья-демократы нас выгнали в очередной раз на улицу, там, просто выгнали. Сказали, вы нам не нужны. Из коут-офиса, где мы занимали место. И мы пришли, Галиной Васильевной, сказали, Галиной Васильевной, вот мы такие молодые, там, все из себя, ну, энергичные. Вот. Мы... Ну, так получилось, что мы оказались на улице, говорят, вот у меня есть приемная, два кабинета. Побольше я оставляю себе для работы, а вот поменьше, но очень хорошей. Я могу предоставить вам. Мы были безумно благодарны. Она первый раз нас увидела. Ну, по большому счету, услышала-то не первый раз, мы были очень активными. А увидела, может быть, первый раз. И да, вот, и она нам очень помогла, очень душевно. А как вы считаете, почему она нас поддержала? Что она вас увидела? Ну, я же не знаю. Я считаю самым поганым рассуждать о том, так сказать, применять сослагательное наклонение к истории, да. Вот она так сделала такой выбор. Поверьте, в нас не было ничего выгодного. В нас не было ничего, ни денег, ничего вообще. Но мы были такой большой, активной группой молодежи. Но, видимо, она решила поддержать, что если молодые люди без всяких денег, грантов и так далее готовы искренне бороться за что-то, что-то доказывать, то, видимо, это не так и плохо. Почему вы проголосовали за повышение пенсионного возраста? Потому что это было решение фракции. Ну, мы же когда, давайте так уж честно говорить, когда мы шли на выборы, были независимые депутаты, кандидаты, да. Да, некоторые из них прошли в Госдуму. Большинство людей, которые прошли, они прошли либо по спискам, либо при поддержке партии. Одной, другой, третий. Когда идешь в Госдуму, ты несешь определенные обязательства. Я уж не говорю там про все другие нюансы, но ты несешь обязательства, что партия принимает решение. Есть голосование, где члены фракции обязаны проголосовать так, как было решено партией. Мы очень много спорили, поверьте, были жесточайшие споры, разные мнения были. И никто не говорит, что все там с радостью это сделали. Нет, это вынужденный шаг. Вынужденный шаг вследствие демографической ямы, вынужденный шаг вследствие, может быть, и просчетов каких-то, которые тоже были. Никто не говорит, что это хорошая вещь. Это вынужденная мера, на которую мы должны были пойти. В связи с тем, что количество пенсионеров сейчас больше, чем было раньше. То есть, что работающее население, количество в силу провала, не уж точно не мы виноваты в этом провале, что в 90-е годы никто не рожал. Что, ну вот так вот получилось, что нагрузка по пенсионерам стала гораздо больше, чем было раньше. И это вот такой вынужденный шаг, который, кстати, на который пошли абсолютное большинство стран. И я считаю, что какие-то вещи можно было смягчить, какие-то, может быть, не смягчать. Но если ты идешь на выборы при поддержке партии, ты же не ставишь ей условия, что я пойду, вы меня поддерживаете, а я еще посмотрю, как с вами. Ты обещаешь партии, да, я от вас иду. А потом, когда ты попадаешь в Думу, ты уже начинаешь вилять хвостом. Это проститутка называется, извините. Единственное, сейчас сложи, отдай мандат, который ты получил благодаря партии. И, кстати, некоторые, кто не голосовал там за реформу, они вообще пошли по спискам. Я-то свой мандат завоевал потом и кровью, воюя у себя на округе. Я на одномандатном округе победил. А многие по спискам вообще прошли, они вообще не занимались избирательной кампанией. Партия, по большому счету, им оказала честь и дала этот мандат, вручила. Партия получила эти голоса. Одна, другая, третья, неважно какая. Но ты от партии получил, значит, ты должен быть порядочным человеком. Если у тебя другая точка зрения, я абсолютно нормально к этим людям отношусь. Абсолютно нормально. Другая точка зрения, ты не хочешь голосовать. Тогда скажи, ребята, все, отыгрываем назад, спасибо, я не могу больше оставаться в вашей партии, я ухожу, я отдаю вам мандат ваш, который вы мне дали, это не мое, это ваше. Я отдаю мандат, я иду заново на выборы и голосую, как я считаю нужно. Это честно. А когда партия тебе дала депутатское удостоверение, по сути дела, и ты потом посылаешь на этой буквы, ну, это непорядочное поведение. Хотя я никого не осуждаю вообще. Ни Наталью Владимировну Поклонскую, ни Сергею Железняка. Это их позиция. Почему они так сделали, вот именно так поступили? Ну, опять же, это их позиция. Это их позиция. Все прекрасно знали, что ничего не поменяется. Все знали, и большинство оппозиционеров тоже голосовали за пенсионную реформу, просто кричали много, а потом кнопки-то нажимали как надо. Это раз, есть обязательства, а знаете, договор дороже денег. Есть такая, ну, хорошая вот поговорка русская, она, кстати, так международная. А второе, ну, мы думали, что мы были не согласны с какими-то параметрами. Президент пошел на смягчение параметров. И потом сам президент сказал, вот это надо сделать. Я президент, вы мне доверили быть президентом. Это тяжело, это сложно, это непросто принимать. Но мы, к сожалению, вынуждены на это пойти. Ну, и после этого, конечно, все вопросы были сняты. Смотрите, правильно я понял, что если это противоречит вашим установкам нормы морали и нравственности, ну, партия сказала это сделать, вы это все равно сделаете. Если это противоречит моим нравственным установкам, то я этого делать не буду. Я не буду это делать, но и не буду пытаться, вот, как проститутка, балансировать. То есть, есть вещи, которые я не поддерживаю. Вот какие решения Единой России за последнее время вы не поддерживали? Ну, например, решение по... Я не поддерживаю решение по хостелам. Я считаю, что хостелы – это форма гостиницы, которая нам, как стране, с добрыми историческими европейскими традициями присуща. Я считаю, что нужно по-другому относиться к проблеме хостелов, потому что хостел – не преступление. Преступление – то, что там происходит, вопреки закону. И я, как петербуржец, знаю тысячи хостелов, которые гостеприимно размещают москвичей, туляков и так далее, которые приезжают погостить Петербург, но не могут заплатить по 10-20 тысяч рублей за пятизвездочные петербургские гостиницы. В Петербурге просто мало гостиниц, потому что у нас нет свободного места. У нас центр исторически охраняемый. Поэтому то, что сделано в старых зданиях, как правило, это дорого. То, что в новых – это далеко. А если ты хочешь в центре пожить, не заплатив миллионы, то ты пользуешься хостелом. Я считаю, что это да. Но вот что мне нравится в «Единой России», в отличие, кстати, от многих других партий, у нас очень большая дискуссия идет внутри. Например, вопрос абортов. У нас позиции вообще… Вот 180 градусов разница. Есть там «Моя позиция», есть позиция «Оксаны Пушкиной». Абсолютно разные позиции. Одни точно за убийство детей, я против убийства детей. Но мы находимся в рамках памяти. Потому что наша страна, в принципе, смысл слов «Единая Россия» заключается в том, что «Единая Россия», как и вся наша страна, «Единая страна» – это сообщество очень разных людей, с очень разными подходами и, может быть, критериями. Но у нас есть одно, то, что нас объединяет. И в своих дискуссиях, в своих различиях мы не готовы делить саму страну. Вот в чем дело. Лучше мы будем спорить друг с другом. У нас есть нечто общее, некий консенсус, который нас объединяет. Это называется «наша страна». Целость нашей страны, безопасность. А нюансы – да, даже муж с женой спорят иногда. Хотя они называются семьей. Как вы к Навальному относитесь? Слушайте, ну, как я к Навальному? Ну, я, в общем, небольшого ума, может быть, там, политик. Но это же проект, ну, да, господи, этих проектов много было. Он такой более долгоиграющий проект. В общем, такая очередная морковка для того, чтобы кто-то за этой морковкой шел. Навальный мне не нравится тем, что он дискредитирует понятие оппозиции. Я как раз к оппозиционерам очень интересно отношусь и даже с уважением. То есть к оппозиционерам таким, людям, которые готовы давать иной взгляд, которые критикуют, пускай жестко критикуют, нещадно, но людям, которые являются носителями некой философии, некой модели, которая альтернативна. Навальный – это система. Навальный – абсолютно системный человек. Просто он заполняет собой место для нормальной оппозиции. И нормальным людям, которые готовы выступить с критикой, пускай Единой России, КПРФ, Госдумы, неважно кого, президента, но они готовы критиковать и выставлять альтернативу, то есть свое видение, которое, возможно, и победит когда-то. Я нормально к этому отношусь. Но у этих людей нет возможности. Понимаете, они как Алексей – учитель. Вот то, что молодые режиссеры не могут пробиться, вот молодые нормальные люди, которые готовы предложить свое видение в области молодежного предпринимательства, они не могут пробиться, потому что там сидит Навальный. Он сидит, он занял, все, коррестно, все. Я Навальный, все. И с точки зрения специалиста, который изучает тоталитарные секты, я вижу, что манера построения его организации абсолютно мне напоминает секту какого-нибудь Муна, преподобного Муна, или иную другую тоталитарную секту по типу Виссарион. В настоящее время члены органов управления юридических лиц, генеральные директора, члены Совета директоров, в случае возникновения убытка у этих корпораций несут полную материальную ответственность за возникшие убытки. А может быть, надо, чтобы наши чиновники тоже за свои просчеты несли полную материальную ответственность за наступившие последствия? Ох, не помню я последний раз, чтобы директора каких-то организаций, которые стали банкротами, вдруг понесли ответственность. Единственная ответственность, которая их привлекает, это если мы успеваем их поймать на пути в Лондон, пока они не сбежали. Смотрите, за 2017 год, по данным Центрального банка России, члены органов управления банков были, в отношении них было принято решение взыскать 700 миллионов рублей. То есть, они привлекаются к ответственности систематически. Давайте задумаемся. 700 миллионов рублей к членам правления банков, которые, каждый из которых уж своим долгом там ярдик утащить считал необходимым. То есть, мизер. Мизер. Мы говорим о триллионах, по сути дела, а взыскать 700 миллионов. Из тех, кому приписали, кому определили отдать 700 миллионов, больше половины эти 700 миллионов никогда не отдадут, потому что сидят в Лондоне или на других там, в Соединенных Штатах сидят. Сбежали. Я считаю, как раз более лучшая статистика, сколько мы посадили всяких негодяев, банкиров, которые ограбили людей. Конечно, и посмотрите по количеству людей, которые привлечены к уголовной ответственности среди государственных управляющих. Беспрецедентное количество. Так, я смотрю, что уже так ого-го. Уж очень много даже. То есть, ну, так страшные масштабы. И я очень сильно надеюсь, что это дисциплинирует, конечно, многих людей, прежде чем они примут решение совершить противоправное действие. Но вот разве те, кого посадили, они не должны возместить ущерб государству, который нанесли? Так очень многие их... Посмотрите судебное решение, ведь это суд решает. Если суд признает, что был нанесен, причинен ущерб, по вине конкретного человека, там достаточно большие суммы штрафа. Человек выплачивает. А многократная выплата штрафа, многократно превышающая размер полученной взятки, это и есть механизм взыскания многократного того ущерба, который принес человек на нас. Но есть ошибки, которые люди допускают, где нет умысла допустить эту ошибку. Неправильные управленческие решения, к сожалению, всегда были, есть и будут. Нет ни одной страны, ни одного руководителя, ни одного президента, который вообще никогда не допускает управленческих помарок. Хотя бы потому, что нет правил, по которым ты должен действовать. Если ты управляешь государством, городом, страной, республикой, то ты иногда ищешь правильный путь. К сожалению, нет, но счастливого рецепта-то нет. Если бы он был, поверьте, все бы с удовольствием вздохнули. Нет, поэтому есть, опять же, меняются времена, меняются эпохи. В одно время было актуально убрать выборы губернаторов, потом их вернули. Менялись принцип формирования верхней и нижней палеты парламента. Да, мы живем в живом организме, и когда ты управляешь, по сути дела, 140 миллионами людей, то ты управляешь живыми людьми, каждый из которых индивидуален. Каждый из которых совершать может тоже сам по себе свою ошибку. Но ответственность действительно сейчас жесточайшая наступает. Вот поверьте, я просто вижу атмосферу среди чиновников, и вижу, что никто больше не может себя ощущать вот этим Арашуковым, как его там зовут, который сидит, у него все на мази. Нет таких неприкасаемых, нет их, причем это действительно видно на всех уровнях. А было ли когда-нибудь время в России, когда бюджет Санкт-Петербурга отправлялся в иностранные банки на согласование? Слушайте, я не буду вас обманывать, но то, что Санкт-Петербург, как и вся страна, зависели от мнения, будем так говорить, иностранных руководителей, это правда. И, в общем, какие-то шаги город, любой город, Петербург, Москва, они могли совершить, если они вызывали отторжение у тех же самых американцев или европейцев. И иногда мы своей услужливости в начале формирования страны, в 90-е годы, в начале 90-х мы, конечно, давали слабину. Мы почему? Потому что это мы, это вся страна, нельзя сказать, это он, да? Мы все. Мы все допустили падение Советского Союза. Он говорит, вот это кто-то другой, я нет, я был против. Ну так ты, при тебе страна разрушилась. Поэтому коммунисты, которые сейчас выступают и пытаются там скорчить какую-то умную рожу, они виноваты, что Советский Союз развалился. Они развалили самую большую страну, могущественную в мире, они развалили, коммунисты. Американцы что, американцы приехали в Кремль, выкинули всех, так сказать, Горбачева и сами стали править? Их руководители, они на своих партийных сходках, на своих коммунистических случках выбрали себе таких этих лидеров, которые оказались дырявые и сдали всех с потрохами. Кто был министр иностранных дел? Шеварнадзе. Кем он был? Коммунистом. Одним из руководителей Компартии. Горбачев. Все они были. То есть партия, по сути дела, угробила страну коммунистическую. Поэтому я считаю, что логичным продолжением Компартии было бы прекратить свое существование. Зато и в качестве обоснования прекращения существования было бы за то, что они развалили Советский Союз. Журналист и политолог Максим Шевченко в одном из интервью сказал, Милонов это фейк. Милонов бывший гей. Когда он был помощником Старовойтовой, все об этом знали. Это человек, который специально поставлен голубой ложей в российском эстеблишменте для пародизации данной темы. Ложей. Существует ложа, которая ставят. Там не только он был, там еще один был человек на непокойный в беседе, с которым он говорил. Ну, это я так без шутки говорю. Но я рад, честно говоря, рад, что Максим Леонардович Шевченко публично принес извинения за это недостойное для него высказывание. И, знаете, вот есть притча, чему ты радуешься, так сказать. Если ты нашел блудного сына, ты нашел человека, который совершил ошибку, и потом сказал, что я совершил ошибку, ты радуешься этому событию? Я очень рад этому событию, что человек перестал себя оскорблять неправдой, ложью, которую он допустил. И когда он сказал, я прошу прощения, это значит, что человек смыл себе эту ложь. И я очень рад, что он смог найти силы себе смыть ложь себя, то есть себя спасти. Себя спасти, как бы свою душу, собственно. И мы с Максимом Леонардовичем в прекрасных сейчас отношениях, поверьте, прекраснейших. И у нас передача у меня заканчивается, у нее начинается на «Комсомольской правде», на радио. И мы часто встречаемся, болтаем, пьем чай. Если у вас дети вдруг окажутся геями или лесбиянками, что вы с ними сделаете? Не окажутся. Почему? Ну, потому что это вопрос воспитания. Педерасты – это воспитание, это плохое воспитание, это плохие компании. Педерастами никто не рождается. Есть, конечно, очень маленький процент, поскольку мы все-таки люди близкие к науке, есть процент генетических мутантов, которые рождаются с различными девиациями, отклонениями. Но это больные люди, здесь нельзя издеваться и как-то обсуждать. Есть люди-гермафродиты, люди с серьезными проблемами. Здесь табу. Это неэтично обсуждать. А что касается тех, кто называет себя по-русски геями, которые на самом деле наши простые русские педерасты, а еще по-другому говорят, то, ну, собственно говоря, это же вопрос выбора, некой хайпа, некой дурной компании. И если на государственном уровне это будет осуждаться и говорить, что это уродство, поверьте, люди тоже, ну, кто же захочет себя сам называть уродом? То есть надо говорить официально, спокойно, нормально, без лишнего пафоса, спокойно, так сказать, знаете, как диктор программы «Время», уважаемые россияне, гомосексуалисты – это уроды. И люди будут снять, что это нормально, ну, воры – это уроды, адюльты – уроды, да, там, альфонсы – уроды. Гомосексуалисты точно такие же. Это не значит, что человек людей нужно убивать, да, ну, кто-то говорит неправду, кто-то в козявке ковыряет в носу, кто-то еще там что-то, кто-то украл, не знаю, булочку в супермаркете. Ну, это преступления и ошибки, которые совершает каждый человек, каждый по-своему. Там, кто-то на красный свет проехал, да, я вот, постоянно мне штрафы приходят за превышение скорости, там. Есть разные ошибки, ну, мы же не должны за ошибки уничтожить человека. Опять же, мы возвращаемся к тому, что каждый человек совершает какие-то ошибки. Это ошибка для меня, ну, мягко говоря, за пределами понимания, но это не значит, что человек не может исправиться. Вот вспомните, россиянин Жерарди Пардье, да, чем черт знает, чем занимался. Спал с мужиками, с французскими актерами, с режиссерами. Приехал сюда, вдохнул чистый, настоянный на клюкве воздух Мордовии, на кореньях мордовских воздух. Что с ним стало? Он очистился, сказал, сошла с меня гомосятина поганая, нет во мне больше этого греха, все, отрекаюсь я от него. Поэтому все отлично, все нормально, наш же Радушка, Депардье, Мордвин. Может быть, он вдохнул воздух в Чечне? Ну, в Чечне там вообще очищающий воздух, там вообще шикарный горный климат и прекрасный аромат. Вы приходили на митинги геев и уставили там с ними драки. Митинг геев? Да. У нас не было митингов геев. У нас было шествие партии Яблоко, которая по традиции делится своей колонной с радужными партнерами. Драки? Нет, слушайте, ну вы же не видели сообщения о мертвых гомосеках, разбросанных по Невскому проспекту. Поэтому драки не было. Их полиция защищала. Никто драки с ними не устраивает. Поверьте, бить гомосека – это зазорная вещь. Ни в коем случае. Я могу там подраться, и мы дрались с правосеками, там еще с кем-то, там всякими уродами. Но с гомосеками драться нет, это зашкварно, вы что. Нет, то, что мы не давали, и я в частности, не давал им пройти по Невскому проспекту и заставлял их свернуть эту садомскую лавку, это правда, да. Потому что я считаю, что это неправильно. Это не свобода слова. Гомосекам ходить по нашим улицам с лозунгами, так сказать, гомосексуализм – это норма. Это неправильно, это противоречит нашим общественным устоям. Почему они это делают? Неправильно, они способны, они обладатели свои как бы права на частную жизнь. И, собственно говоря, жизнь гомосека меня не интересует ни с какой стороны, вообще, ни с какой, поверьте. Мне неинтересно. Хоть они там, не знаю, с этим, не знаю, с пылесосом там живут, это их право. Но зачем на улицу-то выходить с этим? Что такое, что неприлично? У нас в России всегда считалось, вышел мужик без штанов – срамной мужик. А они, по сути дела, в каком-то ненасказательном смысле уходят без штанов. За чего-нибудь нужно, парни, за хулиганство какое-то? Идите домой, идите домой, идите в партию «Яблоко», поезжайте там, где вас поймут, простят, может быть, приголубят, там есть страны Евросоюза, где вам это можно. У нас этого нельзя. У нас дети ходят на улицах, дайте детям, люди ходят, просто люди не хотят вас видеть. Это делать нельзя. Все, нельзя, значит, нельзя. А есть ли в вашей жизни момент, куда бы вы хотели вернуться и все исправить? Слушайте, ну, у меня очень много таких моментов, серьезно. Ну, наверное, я думаю, что о каких-то сокровенных вещах говорить не стоит, о каких-то политических вещах выглядеть дешево. И чтобы не выглядеть дешевко, я, наверное, не буду говорить. Мы иногда вспоминаем, ходили мы по Майдану в 13-м году, можно было там кое-что сделать, чтобы оно, может быть, и закончилось. Или еще какие-то вещи. Ну, это неправильно. Это какая-то фантазия. И попытка изменить историю, повернуть ее вспять. Ну, если это попытка осознать свои ошибки, 100% 5 баллов, молодец. Если это попытка гордыни и воспротивиться воле Божьей, да, что произошло так, а ты хотел бы по-другому бросить вызов Богу, ну, они не стоят. Так что надо не думать о том, чтобы ты поменял, если бы такое было. А анализируя и понимая, осознавая свои ошибки, стараться не погружать себя в грязь этих ошибок в будущем. Спасибо вам большое за ваше интервью. Спасибо.